Шаву Атоу, дорогие друзья! Гутэ Вох! Хорошей недели! Мы продолжаем наше изучение Торы и сегодня перед нами глава Матод. Написано в главе Матод, что Всевышний обращается к Маше и говорит, что если девушка даст обет в доме отца своего, то ее ограничения, которые принят на себя, будут иметь силу. Но если отец ее, услышав об этом обете, остановит его, то не будут силы иметь ее обеты. Наши он не может наложить на себя какой-то обет и не обязан выполнять. Одиннадцать лет до двенадцать с половиной лет отец имеет власть отменить обет. Наши мудрецы говорят, что если девочка уже понимает в одиннадцать лет, что она делает, только тогда будут иметь силу ее обеты. Если она еще не понимает, этот срок будет позже. В общем, если отец слышит, что девочка на себя принял какие-то ограничения, он должен, когда услышал, до вечера этого дня сказать свое нет или да. Но если ей уже больше, чем двенадцать с половиной лет, то никакие запреты отца силу иметь не будут. Он не имеет права отменять ее обеты. А вот если она вышла замуж и на ней обеты, которые она приняла на себя, то муж услышит об этом и он может этот обет отменить. Но он должен это сделать в этот же день, до захода солнца. Если он отменит, то все, ее обеты снимаются. Наши мудрецы говорят, что дело в обетах это не просто так. Дело в том, что те ограничения, которые девочка примет на себя, они же коснутся ее мужа. Поэтому он вправе отменить. Но если он промолчит до следующего дня, до ночи, то теперь будут иметь в силу все ее запреты, все обеты. И если он отменит их после этого, то вина будет на нем. Столько это серьезная заповедь. То есть девочке спрос может быть с одиннадцати лет, с мальчика с двенадцати лет. Мальчика запреты никто не отменит, но тоже мудрецы спросят, ты понимал, что ты говоришь? И ты понимал, что даешь обет? Если он понимает, то в двенадцати лет уже отвечает мальчик. Если нет, наверно так с тринадцати лет будет. Какие вопросы советуют со своим учителем, со своим раввином? Как он скажет, так и будет. Как же снять, если взял человек на себя обет для изнурения себя, и он уже не хочет его держать? То для этого он должен прийти к мудрецу Торы, и он смотрит на эту ситуацию и принимает решение отменить или не отменять. Потому что он начинает спрашивать, если бы ты понимал, что те ограничения, которые ты на себя наложил, будут иметь такие последствия, то ты бы брал на себя обет, человек говорит нет. И этого будет достаточно, чтобы мудрец Торы снял обет. Или ситуация, когда снимают обет три еврея, три обычных, могут быть суднями. И если он просчет, даст молитву специальную, и они ответят ему словами молитвы. Есть специальная молитва у нас, мы ее читаем перед Йом-Кипуром. То снимаются обеты и запреты. Мы на себя можем брать много обетов, запретов. Всевышний нас просит не давать. Лучше не давать никаких обетов. Если мы что-то обещаем, мы можем сказать, я то-то, то-то обещаю, но надо сказать обязательно без обета. Блин это. Потому что если ты не выполнишь, то будешь виновен. И мудрецы наши говорят, что даже наши праотцы, мы смотрим Яков, он дает Всевышнему обет. Если ты дашь мне хлеб для еды и платье для одежды, то из всего, что ты дашь мне, буду давать десятину тебе. И мы смотрим, он очень долго не выполнял этот обет. И потом ему пришлось выполнить, когда он встретил своего брата Исава, он отдал ему в подарок животных. И мы смотрим, много животных он отдал. Коз 200, козлов 20, овец 200, баранов 20, верблюди с дойных, верблюжатами 30, коров 40, быков 10 и ослиц 20 и ослиц 10. Он отдает. Это была десятина из того, что у него было. Он вынужден был отдать теперь свою брату Исаву, чтобы смягчить гнев его подарком. То есть мы должны знать, перед тем, как давать обет, нужно сказать, блин эдер. А лучше, Тора говорит, не давать никаких обетов. Вот так вот. Есть еще у нас примеры. Есть примеры. Царь Янай. У него было 2000 провинций. Огромная страна. Но Всевышний все разрушил. Почему? Потому что эти люди давали обеты. И вот говорили, что я в такое-то время буду находиться в таком-то месте. И они, говорит, выполняли эти обеты. Но все равно человек не может выполнить обет. Без Всевышнего ничего не будет. Потому что человек не знает, что с ним будет в ближайшие секунды. А тем более давать обет. Или они говорят, что я завтра поем вот такие фрукты или какое-то мясо. Вот все говорили такие вещи, что не нужно говорить ничего. И они страдали из-за этого. Страна была разрушена. Еще интересную вещь рассказывают наши мудрецы. Был такой человек. Его звали Шимон бен Антипатор. Он славился своим гостеприимством. Он встречал людей, угощал их со всей душой. Но когда он их провожал, когда они уходили, он их избивал кнутом. И дошли эти вещи до наших мудрецов. И раби Ханан бен Закай сказал, что надо проверить. И отправили раби Егошева проверить, правда это или нет. Великий мудрец Тор, раби Егошева, пришел к раби Шимону бен Антипар Батру. И он его радушно встретил. Они учили Тору. После этого он устроил прекрасный пир. Они пировали. Шикарно все было. После этого они утром проснулись. И раби Шимон Антипатор сказал, что пойдем в Микву. Они пошли с раби Егоша в Микву. После этого он был открыт прекрасный стол. Они опять прекрасно праздновали. В общем все шикарно. После этого раби Егоша сказал, что мне уже пора возвращаться. А кто меня проводит? Он говорит, раби Шимон Антипатор, я тебя провожу. Пошли они. И раби Егоша ждет удара кнутом. Он уже проводил его. Смотрит. Раби Шимон Антипатор возвращается домой. Раби Егошева спросил. Позволь, можно я тебе задать один вопрос? Говорит, говори пожалуйста раби. Говорит, почему ты всех бил кнутом, а меня не бил? Говорит, дело в том, что вы раби, вы святой человек. Вы делали все по закону. Трапезничали. Все, все, все. Как я мог такое себе позволить? А почему ты их бил? Он говорит, дело в том, что когда они приходили ко мне. Они давали обеты, какие-то обещания. И тут же их не выполняли. Человек в таком случае заслуживает 40 ударов кнутом. До 40 ударов. Поэтому я так и делал. Бил их кнутом. Чтоб снять их эту вину. В общем, настолько серьезное дело не давать никаких обетов. Что бы мы ни делали. Если мы говорим о каких-то вещах. Мы говорим. Не говорите, я сделаю. Я постараюсь сделать. Или как сказать. Блин, это без обета я сделаю. Вот этот момент надо никогда не забывать. Потому что мы наберем на себя обетов. И нарушим заповедь. А Всевышний просит нам. Чтоб мы старались выполнять все четко. На сегодня наш урок заканчивается. Всем браха Парнаса Кавана. Мазал то, что мы в это время не грешили. Изучали Тору. Урок был дан за понятие души Яков бен Ахум. Владимир бен Григорий. Павел бен Ефим. Хая Малков от Йоси. Мир об от Аврагам. Роза бен Михаэль. Самуил бен Герш. Памяти Ури бен Харитон. Мендель бен Мендель. За здоровье Светлана бен Клара. Шумон бен Ицхак. Борис бен Мария. Анна бен Ривка. Полина Перв бен Соня Сура. Лена бен Клара. Женя бен Ида. Анна бен Елена. Евгений бен Софья. Двойра бен Мириам. Моисей бен Ева. Ирина бен Двойра. Йосип бен Раиса. Инесса бен Маэль. Евгений бен Берта. Евгений бен Ида. Фира бен Анна. Геннадий бен Елена. Леор бен Клара. Вадим бен Татьяна. Юлия бен Белла. Мазал Парнаса Сгула. Ирина Бат Ури. Орона Ре Бен Ури. За хороший дух. Орона Ре Бен Двойра. Денис Бен Нахум. Авгал Бат Сара. Парнаса и Бриют. Владимир Бен Рая. Марина Бат Рая. Борис Бен Мария. Всего хорошего. Олегу Марченко. Делитесь этим видео с друзьями. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч. Надеюсь это состоится завтра. 15.30 блин Эдер. До свидания.